Привет, меня зовут Олег, я экс-заключённый, отсидел 3,5 года в ВК-5 на Рыжкину. Посадили меня вообще ни за что, за обычную коммерческую деятельность. В принципе, там ничего не страшного, там просто всё это долго и скучно, и чтоб не было скучно, люди занимаются всякими разными смешными вещами. Заезжая в хату, там один груз-то Руслан, такой здоровенный мужик из Владимирской области. Ну, а делать нечего. Олег, давайте научу, как писать тюремные малявы. Вот, начнём с обращения, там, вечер добрый, братцы. И он говорит, братцы нужно обязательно подчёркивать, там, одной чертой, потому что братцы, там, это людское. Всё людское подчёркивается одной чертой, всё воровское подчёркивается двумя чертами, всё божье подчёркивается тремя чертами, а всё мусорское подчёркивается волнистой линией. Причём, что, когда чем является, не совсем очевидно. Я слышал несколько часовые споры между какими-то там криминальными теологами по поводу того, что является воровским, а что не является, что является боговым или мусорским и так далее, так далее. Пишется всё это на тетрадках в клеточку, которые продаются там в ларьке, или которые в основном отправляют родня. И там красные поля. А красный цвет неприемлемый в тюрьме, поэтому его нужно про него провести линию и такую нарисовать, как бы колючку. И вот обязательно красного цвета должно не было. Ну и действительно такой был бюрократизм. Я пытался отправить пачку сигарет, там, зачётки какой-то на другой корпус. И мне там четыре раза чуваки отправляли обратно и говорили, что я там неправильно подчеркнул букву «М» или что-то там мне ввёл кружочек. И вот такое. И причём я им пишу, что вы завели из бюрократии, а они мне отвечают, братан, какая бюрократия, такая постанова. Вообще всё это преступное сообщество на постсоветском пространстве, оно очень хитро устроено. Там есть иерархия понятная, вор в законе, он натурально на положении какого-то божества. Это всё придумывается, ну, потому что ещё детство у людей. Оно кончилось очень в страшном месте, и они продолжают себе придумывать какую-то игру, а она просто жестока получается. Вот взять вафельку хотя бы. Это же, ну, что может быть безобидней вафелькой? Ну, зэки не могут называть её вафелькой. И вафли нельзя называть неприемлемое слово, поэтому они называют вафельку печеньем в клеточку. Это не везде. Если ты попадёшь, не дай никому, не советую, не дай бог, произойдёт какой-нибудь особый режим, где люди сидят по 30 лет, они будут вафли называть вафлями, и никого не возникнет, никаких проблем. Очень часто вот эти всякие смешные штуки, наряду с какими-то догмами тюремными, ауешными про справедливость и про всё остальное, вот примешивается ещё вот такая вот фигня про вафельки. В тюрьме постоянно хочется жрать, на самом деле. Несмотря на то, что есть передачки, есть ларёк, есть способы всякие получать еду, ты не чувствуешь себя каким-то суперсытым и супернаевшимся по одной простой причине. Ты всё это вместе делишь на всех. Поэтому, когда заходит передача, несколько передач в 200 килограмм, всё это съедается просто там в два дня. Любая еда, это такой типа фетиш, её готовят, её заказывают специально, специально там продумываешь, что заказать, и поэтому есть какие-то способы готовки. Ну, например, всем же хочется поесть шашлыка. Есть способ приготовить шашлык в тюрьме, в тюремных условиях, мы так и делали. В передачке приходит варёная баранина, берётся миска алюминиевая, в эту баранину накладывают её миску, миска снизу обмазывается зубной пастой, либо подвешивается, либо вставляется в какую-то щель, и потом греется на факеле. Факел или дрова – это вафельные полотенца, вернее, полотенца в клеточку. От них нет никакого дыма и никакой гари. И то есть никакие охранники не набегут, ничего никогда не сделают, потому что он действительно горит, и не оставляет никакого запаха. Получается шашлык, действительно шкварчащий, горящий, прям натуральный шашлык, и можешь себя почувствовать немножко свободным человеком, сидя в тюремной камере. Стоять! Стоять! Сминам! Суверенец! Давай!